Восстановление проходит неплохо, все потихонечку, занимаюсь ежедневно в зале. Плюс сейчас начались уже кроссы, фортлеки, работа с мячом, фишечки, стоечки обыгрывать, передачи. Набегаю километраж, чтобы приступить к дальнейшим рывкам, ускорениям и прочим. Самое трудное, ну вообще там, получается, травму я разбиваю на 4 категории. Вначале самое трудное, это вот эта неделя после операции, она в плане боли самая сложная. Реально, ты бьешь кучу разных обезболивающих и сама операция болеющая. Потом самое сложное для тебя это восстановление, каждый день в зале по 5 часов работы. Ну реально, это сильно сложно. Сейчас трудно, получается, тоже набегает этот километраж общий, по 2 тренировки в день. Ну, ну, сама вот эта вся реабилитация, это очень сложно. Поэтому, и говорят, что это одна из самых сложных травм, потому что длительность восстановления 6 месяцев. И 6 месяцев ты ходишь в зал на протяжении недели, а у тебя только один выходной в воскресенье. Я так-то его, ну, допустим, как у меня было, я с 10 до 2, до 3, изначально до 3 часов дня я работал в зале. Потом сейчас там немножко меньше, по 3, по 4 часа занимаюсь. Сейчас на данный момент вообще там по 2 тренировки по 2 часа, ну такое. Вот это сама, сама стадия восстановления, реабилитация очень сложная. Понимал, насколько это все будет сложно, насколько это будет нереально сложно. Потому что, ну, я уже объяснял, что 6 месяцев это слишком долго. И я знал, насколько я уже проходил этот труд, это восстановление, реабилитацию. И я понимал, что сначала там у меня будет, первая неделя у меня будет сложная из-за операции. Потом у меня будет там, я очень сильно буду хотеть бегать, начинать раньше. Нужно было держаться, восстанавливаться, ходить в зал, закачивать все это мышцы ежедневно. Это все, это все не то, ну как, футболисты, они же любят футбол, они любят там с мячом, дырдыры. Вот это все, именно сам футбол. А вот, вот эта стадия там реабилитации, это все, это все новое. И поэтому вот это, ну, это все сложно. Я смотрел, как пацаны играют, допустим, игры по телевизору, там ходил на стадион, на те же сборы, когда команда поехала. Я это все смотрел там по телефону и я понимал, блин, насколько нужно ценить футбол и то, что ты играешь в него. Потому что бывают такие моменты, когда ты вылетаешь на 6 месяцев. И это, это, просто не передать словами, насколько это сложно. У меня была задача не уснуть сразу после тренировки, когда я приезжал домой. Потому что я от нас так уставал, а ты встаешь вот так в 8 часов, там 30, ты понимаешь, так, взял кофе, поехал все на тренировку. И с 10 до там, до 2, до 3 ты просто пашешь. Вот в тренажерном зале. Основная задача вот после такой травмы это наработать объем. У меня просто два замечательных тренера, я считаю, очень квалифицированных. Сережа и Володя, которые мне с этим помогали ежедневно, ежедневно трудился с ними. А сейчас уже занимаюсь тоже с нашим тренером, по списку подготовки Владленычем. Надеюсь, стадия восстановления пройдет и так дальше же успешно. А вот эти три месяца реально выдались сложными, но я рад, что я их прошел и надеюсь, что все восстановление дальнейшее закончится хорошо. И в ближайшем будущем я вернусь на футбольное поле. Во-первых, я ни разу еще себя не ощущал, вот многие люди я знаю, не ощущают поддержки от родных, близких. У меня это все на таком уровне в семье, реально. И не только в семье, а и друзья мои, команда. Вот эта поддержка тебя заставляет двигаться вперед. И когда я получил травму, честно, я, ну, наверное, день, может, максимум, я ушел в себя. И потом я понимал, что, блин, в меня верят в клубе, президент клуба, главный тренер, все руководство, пацаны. Я должен восстановиться, я должен выйти на ту формулу, на которой, в принципе, вроде провел неплохие матчи в сезоне. И как-то так, день за днем, я просто люблю, я люблю футбол. И поэтому это была основной причиной, в принципе, которая меня мотивировала. Спасибо. Спасибо.